Движение Талибан Так, понятно. Все-таки надо вовремя убивать редакторов, это очень помогает. У меня, ребят, у меня даже нет слов, чтобы объяснить вам все, что я о вас думаю. Мы отомстим за этот черный день, мы превратим все места в этом злом городе, где скрывается Хамас, в руины. И обращаюсь к жителям сектора газа. Уходите оттуда сейчас же. Ну, вы, конечно, уже в курсе атаки Хамаса на Израиль. Идеально выбранное время, идеально подготовленная операция, показывавшая, что все, кто хоть что-то должны были знать и понимать в вопросах как организации безопасности Израиля, так и в оборонной способности страны, вежливо говоря, провалились. Провалились страшно. То есть такого страшного удара не было, наверное, никогда. Такой пощечины, при этом длящейся во времени. И выяснилось, что еще не так давно до этих событий израильская разведка дала заключение, что нет, ничего не будет и что все в порядке, хотя 50-е годовщина войны судного дня. Готовились, готовились серьезно. Судя по всему, были спящие ячейки. Начали грамотно в нескольких местах с атаки из суши, атаки из воздуха, насколько это возможно, за счет парапланов. При этом точно рассчитали, что суббота. Многие сотрудники безопасности и многие военнослужащие соблюдают шаббат религиозный. То есть они и без телефона проводят день в молитве. И многие граждане Израиля, особенно территории, гранича с сектором Газа, там поселение, поселение глубоко религиозное. Вошли мощно, вошли нагло, вошли крайне жестоко, гигантское количество ракет обрушилось на территорию Израиля. И сейчас продолжается обстрел, то, что сейчас объявлена тревога и в аэропорту Бен-Гурион, и есть попадание и по Тель-Авиву. На чьей стороне наша симпатия? Наша симпатия на стороне мира. Этот конфликт был клещем, он был неизбежен. Было совершенно очевидно, что рано или поздно ситуация накалится до стадии, когда вспыхнет. Но удивительно, как все наши представления о выдающейся обороноспособности и мощи израильской армии, о техническом оснащении, разбились сегодня начисто. Если раньше военные эксперты издевались над нами за то, что произошло под Харьковом, то, вежливо говоря, нет никакого сравнения. Сейчас, конечно, очень много вопросов, и вопрос очень тяжелый. Во-первых, все начинают вспоминать пророчество Жириновского, ну и действительно, тут уж не поспоришь. Вот послушай самое начало. Выборы последние были. В 2024 году выборов вас не будет. Уж не будет страны под названием Украина. Вы не учитываете ситуацию на Ближнем Востоке. Там развиваются такие события, что все забудут вообще, что такое Украина. Дело идет о Третьей мировой войне. Иран это не Вьетнам, и не Северная Корея, и не Косово. Здесь будут самые страшные события. Вот что говорил Жириновский. Якович Кедми, у нас в студии, экс-рухводитель израильской спецслужбы НАТИС, человек, который сейчас находится в Израиле. Произошло то, что Хамас грамотно подготовился к этой операции. Я думаю, не меньше года они готовились. Наша армия оказалась не готова. То есть даже более, то, что произошло, это намного хуже, чем было 50 лет назад в войне судного дня. Была информация, что было сбито 4 вертолета. И ты знаешь, я вот смотрю на то, как сейчас действует израильский спецназ, но такое ощущение, что они вообще не изучали опыт СВО. То есть они двигаются, как будто ничего не произошло, как будто нет и в пиве дронов. Ребята, делайте мне еще громче. Не должно быть никаких ошибок. Америка стоит плечом к плечу с Израилем. Мы их признали минуту, когда они были организованы, 75 лет назад, и мы стоим рядом с ним. И ушел. Все, молчание. Якович, что думаешь? Зачем выходил дед? Дед выходил, чтобы показать, что американцы, Соединенные Штаты поддерживают в Израиле. Ничего конкретного он и сказал, и сказать не может. Это не их конфликт, это наша проблема, и мы ее должны решать. Американцам нечего делать. Ну, в крайнем случае, если надо было, то просить бы снарядов, но у них снарядов нет, потому что у них даже для Украины нет снарядов. Так что мы будем решать эту проблему теми силами, которые у нас есть. Американцы нам для этого не нужны. При этом, конечно, это все наложилось на интереснейшее выступление Путина на Валде, на день рождения Владимира Владимировича. Как-то все это несколько отвлекает. От важных тенденций, которые были заданы выступлением Путина. Мне кажется, цель Хамаса, цели, которые были обозначены политическим крылом Хамаса, они достигнуты. Хамас взял огромное количество заложников, дал очень злонку и оплевуху Тель-Авиву, и при этом может спокойно возвращаться в пределы Газа, для того, чтобы оборонить неотвечных позициях. Суть-то не в этом. Все в том, что мы увидели. Мы увидели, что Хамас, не имея той мощи, которая есть у израильского государства, я имею в виду в вооружениях и военной технике, изучая опыт, в частности, специальной военной операции, смог реализовать масштабные рейдовые действия, и как ножом проткнул хваленую израильскую оборону. Кажется, что западный мир сам на себя навлек историю, в которую нельзя дать однозначную оценку той или иной стороне. У нас там сейчас друзей нет, что называется. Но при этом такой ближневосточный колосс на глиняных ногах, если смотреть в масштабах регионов, безусловно, израильская армия, израильская система безопасности здесь считается наиболее сильной. Но оказалось, что исламское движение сопротивления может себе позволить такие рейдовые действия. Я сегодня очень внимательно смотрел видеозаписи, которые иллюстрируют действия боевиков Хамас. Понятно, что в масштабах специальной военной операции все это мизерное и довольно кукольное событие, несмотря на большое количество жертв. Но все же стоит отметить, что боевики Хамас действуют безнаказанно. Видно, что израильская армия просто проспала нападение. При этом Хамас в информационно-психологическую кампанию очень неплохо подготовился. Каждый шаг на земле сопровождался масштабной и довольно успешной пропагандистской кампанией, информационно-психологической кампанией. Пропагандистская кампания была направлена, естественно, в арабский мир, информационно-психологическая кампания противогражданского населения Израиля. Все это внесло свои результаты. Хамас свою замысел реализовал полностью. Абсолютно полностью. А вот, например, поражение танка Меркава МК-4 нашим добрым старым РПГ-7. Ну вот так, советское оружие вполне хватает и на самые современные наработки. Давайте в самом конце эфира я хочу сказать вам пару слов. Мы с вами живем в совершенно удивительное время. Я вам честно говорил, что эпоха мира закончилась, начинается эпоха длинных войн, то, что сегодня произошло в Израиле, полностью разрушает надежду Америки на создание антироссийской коалиции, объединенной на стороне Америки и Украины против России. Потому что сейчас пошел очень жесткий раскол по позиции и по отношению к тому, что сейчас происходит в Израиле. Весь арабский мир практически единодушен на стороне палестинцев, НАТО, очевидно, на другой стороне. То есть попытаться слепить, типа, ну давайте все равно, вы будете против России. Уже нет. То есть здесь уже будет работать совсем другая логика. Так что ни о какой единой коалиции речи быть не может. Мало это, отвлечение внимания от Украины совершенно колоссальное. И здесь есть возможность Европе и Америке навсегда потерять арабский мир. Если они сейчас поведут себя как-то неаккуратно. Сегодня день, когда многие, в том числе и публичные, в разнообразных социальных средах поздравляют президента нашей страны, верховного главнокомандующего, с днем рождения. Знаете, я вам так скажу. Я видел многих руководителей нашей Родины. С какого-то момента времени мы перешли на чувство колоссального стыда за тех людей, которыми нами руководили. Но так получилось, что страну возглавил Владимир Владимирович Путин. И вот этот, казалось бы, страшный, неумолимый каток истории, который должен был раздробить нашу страну на мелкие фрагменты, вдруг стал стопориться, сбоить, потом неожиданно откатил назад, и мы перестали терять территорию, а стали ими прирастать. При президенте Путине население нашей страны, да, за счет того, что приехали наши соотечественники из Украины и люди выбрали жить в России, увеличилось. При президенте Путине мы восстановили военно-промышленный комплекс, сельское хозяйство, построили самую современную городскую инфраструктуру, верховным главнокомандующим является Владимир Владимирович Путин, человек, который принял исторические решения и народ его поддержал. Это доверие лично Путина, потому что есть абсолютное осознание, что Путин слышит народ, Путин чувствует народ и народ платит любовью своему верховному главнокомандующему. С днем рождения, Владимир Владимирович. На этом наш эфир временно переходит в режим ожидания. спокойной ночи.